Виртуальная машина Виртуальная машина работает полностью аналогично физическому компьютеру и обладает собственным центральным процессором, памятью, жестким диском и сетевым адаптером. Ну и какие же достоинства есть у виртуальных машин по сравнению с обычными классическими физическими машинами? Первое достоинство это совместимость. Подобно физическому компьютеру, виртуальная машина работает собственной гостевой операционной системой и приложениями и имеет все необходимые компоненты. Материнскую плату, VGA и сетевые адаптеры и так далее. Таким образом, виртуальные машины полностью совместимы со всеми стандартами операционных систем, приложениями и драйверами для платформы X86. Поэтому виртуальные машины можно запускать то же полу, что и на физическом компьютере платформы X86. Следующая изоляция. Виртуальные машины могут совместно использовать ресурсы одного компьютера, но при этом они сохраняют полностью изоляцию друг от друга, как если бы были отдельными физическими компьютерами. Следующая инкапсуляция. По сути, виртуальные машины это программный контейнер, который объединяет в себе полный набор аппаратных ресурсов, а также операционную систему, приложения в одном программном пакете. Инкапсуляция делает виртуальные машины невероятно мобильными и удобными в управлении. Ну и наконец последнее, это независимость от оборудования. Виртуальные машины полностью независимы от базового физического оборудования. То есть можно настроить оборудование, которого на данном компьютере, где виртуальные машины развернуты, по факту нет, и использовать его для различных вычислений и так далее. Следующее. Рассмотрим, какие же есть реализации виртуальных машин. Первое. Это VMware. Самые популярные. И VirtualBox. И сравним их достоинства и недостатки. Прежде всего надо отметить, что VMware это коммерческий продукт. Оно стоит определенных денег. То есть лицензия стоит порядка 100 долларов. Работает управлением Linux и Windows. Обладает достаточно широким набором возможностей по работе с сетью. То есть она поддерживает динамическое распределение IP-адресов, различную маршрутизацию, роутеры и так далее. В VMware по умолчанию уже включена поддержка принтеров. И она более стабильна в работе по сравнению с VirtualBox. VirtualBox. Достоинства главного VirtualBox. То, что он является бесплатным, с открытыми исходными кодами. Работает под управлением не только Linux и Windows, но и MacOS, Solaris. Поддерживает различный формат виртуальных дисков. То есть в VMware поддерживает только свой собственный формат виртуального диска. VirtualBox поддерживает и VMware, и собственный, и также некоторых других систем виртуализации. И у VirtualBox есть возможность ограничения использования центрального процессора компьютера и систем ввода-вывода. Установим Ubuntu с использованием программного обеспечения в VMware. Для этого создадим виртуальную машину, нажав кнопочку создать. Нас приветствует мастер создания новой виртуальной машины. Для начала надо ввести имя нашей виртуальной машины. Назовем ее, например, Ubuntu 12.10. Это Linux и версия Ubuntu. Нажмем вперед. Далее выберем размер оперативной памяти, которую мы хотим задать для данной виртуальной машины. Я поставлю примерно 2 гигабайта. 2048. Пройдем дальше. Создадим жесткий диск, виртуальный жесткий диск, для того, чтобы виртуальная машина могла разместить все данные для запуска операционной системы. Выбираем создать новый жесткий диск. Можно подключить уже существующий, если у вас ранее уже была создана виртуальная машина. Двигаемся дальше. Выбираем тип диска для виртуальной машины. Выберем родной вимварный, вот этот вот VDI и жмем далее. Далее нам предлагается выбрать, какой будет диск, динамический или фиксированный. Если диск динамический, то он занимает меньше места на диске и расширяется по мере записи на него данных, но он более требовательен к ресурсам. Фиксированный сразу занимает все место на диске, которое под него отведено, но он требовательен к ресурсам менее. Выберем динамический виртуальный диск. Далее выберем, какой размер будет этого виртуального диска. Я советую сделать порядка 15 гигабайт. Жмем вперед. После чего нажимаем создать виртуальную машину. Виртуальная машина создана. Теперь для того, чтобы установить Ubuntu, мы должны подключить диск к дистрибутилу. Для этого мы нажимаем правую кнопку на виртуальной машине и выбираем свойства. В свойствах мы заходим в раздел «Носители», выбираем носитель «Компакт диск» и выбираем ISO-образ, с которого мы хотим установить Ubuntu. После чего нажимаем «Ок» и запускаем виртуальную машину. Запустилась Ubuntu. Мы можем попробовать Ubuntu, не устанавливая на жесткий диск, либо установить Ubuntu. Для этого надо нажать кнопку «Install Ubuntu». Но для того, чтобы у нас все подписи были на русском языке, сначала выберем язык. Выбираем русский язык. И мы видим, что все надписи стали по-русски. Далее переходим к следующему окну. Нам говорится о том, что нам желательно подключение к интернету, чтобы мы могли скачать обновление при установке. Предлагается установить кодеки для проигрывания MP3, которые по умолчанию Ubuntu не входят из-за проблем с лицензиями. Пока для примера ничего этого устанавливать не будем, жмем «Продолжить». Значит, тут в данном окне пишется, что сейчас у нас не установлено никаких данных. И выбираем либо стереть диск и установить Ubuntu, тогда диск разобьется по умолчанию. Либо выбираем другой вариант, тогда мы сами будем управлять разбивкой диска. Для того, чтобы подробнее посмотреть сам процесс установки, выберем другой вариант. Мы видим, что у нас есть один диск, который подключен как скользкий диск, и он пока у нас не разбит. Соответственно, жмем кнопку «Новая таблица разделов». После чего мы можем создавать различные разделы для установки Ubuntu. Разобьем наш диск. Для того, чтобы разбить диск, нам надо выбрать свободное место и нажать кнопку «Плюс создать раздел». Сначала мы создаем размер раздела, допустим, 14 гигабайт. Далее мы выбираем тип раздела первичный, поскольку с этого раздела мы хотим загружать нашу операционную систему. Местоположение сначала диска. Файловую систему мы можем выбрать для корневого раздела, это может быть X4, X3 и X2. Это стандартные файловые системы Linux для хранения данных. И выбираем точку монтирования, это корневой каталог. Для установки Linux всегда должен быть обязательно хотя бы один раздел с подмонтированным корневым каталогом. Создаем этот раздел. Далее. Для того, чтобы Linux работал быстрее, желательно создавать файл подкачки. В отличие от Windows, где файл подкачки лежит в директории Temp, в Linux под это создается отдельный раздел подкачки. Мы выбираем раздел подкачки в качестве файловой системы и пишем его размер. Обычно раздел подкачки выбирают как размер оперативной памяти умноженный на 2. Жмем ОК. Таким образом мы разбили наш диск для установки Ubuntu. При желании можно каждому из точек подключения, точек монтирования, которые у нас выпадают в выпадающем списке, выделять свой раздел. Вот это вот минимально необходимая конфигурация для установки Ubuntu. После чего нажимаем кнопку установить сейчас и Ubuntu устанавливается. Далее мы можем выбрать место, где мы находимся, чтобы правильно установился часовой пояс. При желании можно выбрать более подробную информацию об установке. И она нам будет показываться в консольном окошке. Нам также предложат выбрать раскладку клавиатуры. Выбираем тут русскую раскладку клавиатуры. Жмем Продолжить. После чего нам предложат создать пользователя, под которым мы хотим входить в операционную систему. Ваше имя. Это имя на русском языке, которое будет отображаться в окне входа. Имя вашего компьютера. Это то имя, которое будет отображаться в приветствии консоли каждый раз, когда вы ее запускаете. Ну, допустим, прок. Далее. Имя пользователя на английском языке, под которым будет осуществляться вход в операционную систему. И пароль с подтверждением. Далее. Вам, вас спросят, как вы хотите входить в систему автоматически, без того, чтобы вас операционная система спрашивала пароль. Или вы все-таки хотите, чтобы она спрашивала пароль при входе в систему. Я советую поставить второй переключатель. Продолжение следует. И вот, наконец, установка завершена. И для того, чтобы запустить Ubuntu, надо перезагрузить компьютер. Для этого надо нажать кнопку «Перезагрузить». После загрузки Ubuntu появляется окно входа в систему, куда надо ввести заданный ранее пароль. Ну и я всех поздравляю, Ubuntu установлено и загружено. Поперезагрузить за 20 며цами. Продолжение следует...